Своеобразным трендом новой армянской власти стали два вектора ее политической защиты, поиск врагов внешних и преследование врагов внутренних. С внешними все понятно, Армения, претендуя на земли соседей, Азербайджана, Турции и Грузии, и оккупировав 20% территории Азербайджана, тем не менее, еще имеет наглость говорить о тюркской угрозе. Они еще больше влезают в кредиты в стремлении милитаризации преодолеть тот огромный разрыв в военном, экономическом, военно-техническом, социальном и культурном развитии, которое есть у Армении с далеко ушедшим вперед Азербайджаном. Правда, кредиты еще нужно возвращать, но об этом в Армении пока, похоже, никто не задумывается. Зато Пашинин вовсю раскручивает другую карту, вопрос виновности бывшей власти и конкретно сержа Азербайджана в том разгроме, который учинила армянам азербайджанская армия в апреле 2016 года. В частности, Следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской войны уже утвердила именной список нынешних и бывших чиновников, которые будут приглашаться на заседание комиссии с целью представления разъяснений. Как заявил председатель комиссии, депутат отправящего блока мыша Кондраник Кочериан, основная ее цель – установить, что произошло в апреле 2016-го, были ли потери соразмерны, каковы основные причины человеческих, территориальных потерь, руководители какого подразделения стали основными виновниками упущений, как исправить ситуацию в ВС и так далее. В этот список попадут основные ответственные, имевшие отношение к апрельским действиям. Мы должны выяснить, какие процедуры прошли принятые тогда решения, насколько они соответствовали ситуации. У общества возникло множество вопросов, в своих заключениях мы должны суметь ответить на них на высоком уровне, заявил Кочериан. Несмотря на то, что список приглашенных уже утвержден, порядок не установлен, кто должен первым явиться на заседание и ответить на вопросы депутатов, будет решено в результате изучения документов. Комиссия изучит все, в том числе имеющие режим секретности, документы, которые находятся в распоряжении Минобороны или других госведомств. Также будут изучены все публикации и зафиксированные мнения об апрельской войне. Следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской войны была создана по приказу Никола Пашиняна. Так что не случайно, что Сержа Сарксяна пригласят в парламент для предоставления информации о тех событиях. Как передает Азиас со ссылкой на армия.с, то, что эта тема всплыла именно сейчас, понятно и объяснимо. Несмотря на более чем годичное пребывание Пашиняна власти, он никак не может порадовать армию ни политическими, ни экономическими, ни военными успехами. Признаваться в собственном дилетантстве Николу как-то не комельфа, вот он и ищет виновных на стороне. Благо, Серж Сарксян и Ко, удобная мишень, проверенная. К тому же тут тот самый случай, когда дыма без огня не бывает, и история с генералом Манвелом Тушенкой, и сомнительные боевые подвиги других представителей сарксянской военщины, и военные преступления самого Сарксяна в годы Карабахской войны. Его запятнанность в Хаджалинском геноциде, все это и многое другое создали благодатную почву для обвинений. Да вот незадача, во всех этих оголтелых поисках виноватых Пашиняна его поручные забывают о главном, решающем факторе, азербайджанской армии. В то время как генералы Сарксяна воровали у солдат Кичуб, обирая их до нитки и тем самым ввергнув армянские вооруженные силы в деградацию, азербайджанская армия планомерна и поступательна. День от дня становилась сильнее. Под руководством президента, верховного главнокомандующего Ильхам Алиева перед армией были поставлены конкретные цели и задачи, а на их решение выделены большие средства. В короткие сроки было достигнуто превышение оборонного бюджета Азербайджана над всем государственным бюджетом Армении, закупалась и закупается современная военная техника, интенсивно ведется перевооружение и переоснащение армии, проводятся широкомасштабные военные учения. Благодаря опеке и вниманию господина президента в Азербайджане улучшено военное образование, созданы прекрасные бытовые служебные условия для личного состава, регулярно повышаются зарплаты и пенсии военнослужащих, сформирован великолепный, хорошо обученный кадровый офицерский корпус, обогащенный стажировкой и обучением в России, странах Европы, Турции, Украине, Белоруссии и т.д. Две славные победы, в апреле 2016 и в мае 2018 года, показали, что азербайджанская армия в силах воевать, побеждать, проводить сложное по замыслу и исполнению, требующее координации действий различных родов и видов войск наступательной операции. Всему этому Армении нечего противопоставить. Армянские вооруженные силы бедны, как церковная мышь, раздираются дедовщиной, поборами, взаимной ненавистью офицеров и солдат, гонениями наизидов, коррупцией, местничеством и т.д. Рассчитывать, что при таком ворохе проблемы Армении будут успешно воевать, может только глупец. Тут армянам даже арендованные у России скандеры не помогут. Нет, повторимся, у бывшего президента Сарксяна Грехов вагон и маленькая тележка, и ему за них надо отвечать. Но тут нам бы хотелось правильно расставить акценты, причем на конкретных фактах. Ведь налицо попытка нового руководства Армении запутать общественное мнение. Искусственно преуменьшить значение побед азербайджанской армии, списать ее успехи на раталиство и неумелость Сарксяна. То есть, подменить саму первопричину разгрома армянской армии демагогическими и лживыми разглагольствованиями. Между тем, анализ достигнутой в апреле 2016 года победы азербайджанской армии однозначно доказывает, что она является в первую очередь показателем силы Азербайджана, мощи наших вооруженных сил, общеизвестная слабость армян тут вторична, а наши силы первична. В этом смысле можно однозначно сказать, что азербайджанская армия в апрельских боях еще раз наглядно продемонстрировала свою силу. Сделав это уверенно и с огромным запасом прочности, причем, весьма малыми силами. Победа же в Дюннуте в мае 2018 года стала еще одним подтверждением этой силы. Так что нелепые попытки Пашинянов все свалить на Сарксян обречены на провал. Ведь проблемы армянской армии с уходом сержа никуда не делись. В какой-то мере они, наоборот, усугубились. Чтобы увидеть это, достаточно ознакомиться со скорбным списком небоевых потерь, жертв дедовщины и насилия в армянских вооруженных силах. Да, желание Никола Пашиняна свалить все с одной больной головы на другую, со своей на Сарксяна, хоть и понятно, но сочувствие как-то не вызывает. И если Пашиняну больно смириться с мыслью, что азербайджанская армия превосходит армянскую по всем статьям, именно данный факт, а вовсе не Козни Сарксяна, и привели Азербайджан к победам, то это, как говорится, уже его проблемы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!